Приветствую вас на вводном уроке, посвященном аспиранто. Сегодня поговорим об азбуке аспиранто. Я нашел такую книжечку с еще дореформенной орфографией русского языка, поэтому поясню про русский язык. В 1918 году была орфографическая реформа в России. В чем она заключалась? Из алфавита исключались буквы «Ять», «Фита» и «Десятиричная». Вместо них, соответственно, «ЕФИ» стали использовать. Исключили твердый знак на конце слов. Изменили правила написания приставок. «З» на «С». Например, слово «бесплатно». Раньше писалось «бесплатно». Никаких бесов там не было. Женский род у нас был. Слово «форма женского рода» во множественном числе. «Оне». Ну и еще ряд реформ. Кого интересуют подробности, можете посмотреть статьи в Википедии. А теперь что же касается, собственно, алфавита эсперанто. Он базируется на латинском алфавите. И пристального внимания следует уделить буквам с так называемыми шапочками. И вот мы сейчас именно им уделим внимания. Итак, все буквы произносятся. Ударение всегда на предпоследний слог. Без шапочки «Г» с шапочкой «Дж». «И-Ги» делать. «И-Джи» делать сам. «Ре-Ги» править. «Ре-Джи» царить. Следующая пара букв «И-Ж-Е-С-ДА-ЖУ-С-ТОЛЬКО-ЧТО». «МАЛЬЮНЕЦО» – Старость. «МАЛЬКОМПРИНАЖО» – НЕДОРАЗУМЕНИЕ. Следующая пара букв «Украинская Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э-Э- Башмак. Диссеми. Рассеять. Диссови. Рассовывать. Следующая пара. ЦЧ. ЦИ. Ты. ЧУ. Выпросительное слово. Мальпацо. Несогласие. Плачи. Нравится. И последняя пара. У. И У. Краткая. Плу. Больше. Нау. Девять. Плумо. Перо. Эуропо. Европа. Понятно и без перевода. И теперь. Собственно, первый урок. Все глаголы оканчиваются на И. Существительные оканчиваются на О. Прилагательные на А. Наречие на Е. Переменную этих окончаний можно образовать соответственные слова. Например. Бруи. Шуметь. Шуметь. Бруо. Шум. Бруа. Шумный. Шумная. Шумные. Бруе. Шумно. Слова, которые нужно выучить. Сави. Спасать. Рузи. Хитрить. Е. Эрари. Ошибаться. Вот, кстати. Не ошибитесь, когда будете произносить. Звук Э. Буква Е. Похожа на русскую Е. Надает аспиранта звук Э. Эрари. Деманди. Спрашивать. Патро. Отец. Фило. Сын. Бона. Хороший. Перевод. Спасение. Берем глагол Сави. Меняем окончание на О. Получаем существительное. Саво. Хитрость. Рузо. Эраро. Получается, это существительное. А в глаголе ошибаться, значит, это будет ошибка. Демандо. Вопрос. Спасительный. Сава. Хитрый. Руза. Эрара. Ошибочный. Демандо. Вопросительный. Спасительный. Саве. Саве. Ударение на предпоследнее слово. Хитро. Рузе. Рузе. Эраре. Ошибочно. хитрый вопрос хитрый отец хитрый вопрос хитро спросить спасением спасительно хороший сын обратите внимание на то что нужно четко произносить звуки например если сказать руссо это будет уже русский а если мы хотим сказать именно хитрость это нужно произносить ру за очень важно не оглушать согласные и не озвончать там где этого не надо делать но на сегодня это все джисляри вида